Даже в сельском хозяйстве работать приходится на фоне разного рода фейков и информационных атак. Недавно докладывают мне, читаю, страшным оружием для нас стали семена сахарной свеклы. Слушайте, бестолковые люди только могут поверить в эти фейки и неграмотные. Семена готовили всю осень и зиму. И они готовы. Осталось некоторое количество посахарной свеклы завести семена из России. Они сегодня осуществляют поставку. Но еще раз хочу подчеркнуть. Вот Леонид Константинович вчера был у меня. Мы договорились. 5 миллионов тонн свеклы. Поэтому если где-то надо закупить семена дополнительно сахарной свеклы под большие объемы, вы знаете где покупать. Мы всегда семена сахарной свеклы покупали. Ну и потом, посмотрите в качестве эксперимента, может что-то уже у себя сможем производить. Я специально попросил информацию представить после этих фейков по сахарной свекле. Я проблем не вижу. Я просто ставлю задачу дополнительно высевайте до 5 миллионов, чтобы получить урожай. Сахарные свеклы. Потому что это большие деньги. Свекла, как хлеб, соль и другие, пару-тройку продовольственных позиций, стратегический товар. Вы видите, что сегодня за сахар идет война уже. К счастью, только в магазинах. Поэтому никакой чрезвычайщины засучить рукава и начинать работать. И дисциплину подтянуть. На селе, в агрогородках, как минимум в районных центрах и даже в областных. А Минск подключится и окажет необходимую помощь и поддержку. Посевная кампания – это мгновение. Неделя за вторую закончили. Это просто, чтобы расшевелиться после зимовки, как всегда мы говорили, и подготовиться к труду в течение года. Продолжение следует...